Здравствуйте! В эфире передача новости недвижимости и ноябрьские выпуски. И начнем, как обычно, со статистики. Что произошло у нас в октябре? В октябре цены на дома и недвижимость пошли плавно вверх. И цифры следующие, что отдельно стоящие дома выросли в среднем где-то на 3-4% с учетом октября предыдущего года. Тогда кондо выросли в районе 9%. Но интересная картина. Если мы посмотрим, насколько выросли продажи, то мы увидим, что продажи выросли почти на 20% отдельно стоящих домов, таухаузов и семидитач, тогда как кондо выросли количество продаж только на 5%. То есть рынок кондо довольно-таки пока стабилен, а рынок вторичной недвижимости пошел резко вверх. Пошел резко вверх, и то, что мы сейчас видим, наблюдается нехватка недвижимости на продажу. Это мы ощущаем везде, особенно это касается домов, которые в категории First Time Home Buyers. То есть это дома, которые люди покупают впервые. Почему такие дома самые выгодные для покупки, например, инвесторам? Потому что эти дома легко продаются, покупаются, сдаются, они более ликвидные, легче получить моргидж на эти дома, поэтому они пользуются спросом. Почему это вообще происходит? Давайте проанализируем. Первая причина, это, я думаю, закон, который приняли в сентябре месяце по поводу дополнительных процентов, которые государство дает тем, кто покупает впервые на приобретение недвижимости, где-то в районе 500 тысяч. Не знаю, сколько людей воспользовалось этим инсенситив, который дали, но, тем не менее, психологический эффект это произвело, потому что многие люди начали сейчас покупать дома, так как знают, что эти дома пойдут вверх. И мы видим сегодня на рынке дома до 500 тысяч в тех районах, когда когда-то их было много, стало совсем-совсем их мало. Это первая причина. Вторая причина, это низкие моргиджи. Моргиджи действительно стали очень низкие. Закрытые моргиджи дают иногда дешевле, чем variable. Почему это происходит? Скорее всего, потому что банки оценивают о том, что моргидж пойдет вниз, процентная ставка пойдет вниз. CMHC говорит о том, что рынок жилья в Торонто уже не перегрет. То есть сейчас состояние перегрет, они перевели в состояние умеренный рост. То есть CMHC уже согласилась с тем, что пузыря нет. И если мы посмотрим этот спад, который произошел с 2017 года, он был не таким уже и резким, как нам предрекали. То есть это говорит о том, что подъем будет намного быстрее. В принципе, весь рынок, международный рынок, если мы возьмем Европу, Америку, другие страны, идет тенденция к снижению процентной ставки. В Америке уже была снижена три раза процентная ставка. Хотим мы этого или не хотим, у нас нет другого выхода, как снижать процентную ставку. Многие специалисты говорят, что первое снижение уже будет еще в этом году. Если нет, то это будет в январе. Как минимум 2-3 снижения в течение года произойдут. То есть это говорит о том, что моргиджи пойдут вниз, то есть именно процентные по моргиджам. И я не удивлюсь, если мы скоро опять увидим моргиджи в районе 2%. То есть это размер инфляции. То есть вам опять будут предлагать бесплатные деньги. Понятно, что сейчас будет тяжелее получить, потому что стресс-тест, потому что банки сейчас более детально проверяют каждую аппликацию. Но тем не менее, деньги бесплатные. И как получить моргидж? Для этого надо идти к моргидж специалисту, который вам это все расскажет, как правильно это сделать. Тем не менее, даже те, кто не попадали в стресс-тест, сейчас попадут хотя бы по причине того, что процентная ставка стала ниже, и выплаты по моргиджам стали меньше. Следовательно, получение жилья, которое они могли купить, стало больше. То есть если раньше человеку разрешали купить дом в районе 500 тысяч, то вдруг станет 550. То есть это тоже повлияет на рост цены. То есть все вот эти экономические показатели, подкрепленные демографическим показателям, так как иммиграцию никто не отменял, а иммиграция все больше и больше набирает темпы. Вы видели, каждый год все больше и больше иммигрантов приезжает. И это только официальные иммигранты. Это иммигранты, которые приехали сюда по определенным программам. А если мы добавим сюда еще и студентов, те, кто приехали сюда учиться, или те, кто приехали по рабочей визе работать, или те студенты, которые закончили учебу и пошли работать, и имеют право на получение пиар, то цифры могут даже удвоиться. То есть если есть по данным, что 100 тысяч каждый год приезжает в GTA, или там золотой подход, посмотрите на карту, как выглядит GTA. И вот посмотрите, например, на карту, на, не знаю, на город какой-нибудь, скажем, Нью-Маркет. Нью-Маркет, население 80 тысяч. Вот представьте себе, Брэдфорд, население 25 тысяч. Вот возьмите Нью-Маркет и Брэдфорд, и каждый раз население полностью всего Нью-Маркет и Брэдфорд приезжает сюда в Торонто. Каждый год опять приезжает, и опять приезжает. Где они все разместятся? Это вопрос. Вот, поэтому цены будут продолжать расти и на жилье, и на рент. Рент будет очень сильно расти в ближайшее время, потому что нехватка, большая нехватка единиц под рент. Возьмем даже то, что происходит в том же Берри. Возьмем бейсменты в Берри сдают за 1400-1500 долларов в месяц. Бейсменты размером 800 скверфит. Это маленькие бейсменты. То есть в Берри громадная нехватка жилья под рент. Поэтому в таких городах, как Берри, также это было в Гуэльфе и других городах, приняты были новые законы муниципалитетам о снижении критерий для получения разрешения на конвертирование домов в дуплексы. Естественно, инвесторы это используют. Потому что понятно, что всегда приятнее купить дом, вместо того, чтобы сдать одной семье за 2000, лучше сдать двум семьям за больше, чем 3000. То есть это кэшфлоу, который может на 1000 долларов быть увеличено. Теперь подойдем к самому главному вопросу, к инвесторам. Я уже поговорил о тем, кто покупает впервые. У них есть много разных программ. Также с моргиджами будет намного проще. А вот если мы перейдем к инвесторам. Инвесторы думают о том, как правильно купить. Думают, думают, думают и не покупают. Знаете, вот я недавно видел видео, очень было интересно, там, где львица сидит в засаде и пробегает стая антилоп. И он думает, вот эту возьму, нет, вот следующую. Вот это точно надо прыгнуть. А антилоп это как возможность. Они все пробегают, пробегают, пробегают. А потом выскакивает лев и нападает на какой-то из этих антилоп. Все стадо разбегается, но лев получил добычу. А львец остался без ничего, потому что все уже разбежались. Поэтому это как и человек. Он сидит и ждет какой-то возможности. А возможности проходят, и проходят, и проходят. Хотя, знаете, надо просто пойти, как говорится, встать и взять эту возможность. Но у человека это немножко, всегда какие-то сомнения, а получится у него, не получится. А что, если будет так? А что будет, если не так? То есть он очень много-много-много думает. Я читаю очень много книг. Очень много книг, аудиобукс, смотрю разные программы, хожу на разные семинары. И недавно я слышал одного проповедника, который очень много делает мотивационных именно выступлений. Это касается не только реал-эстей, это касается и бизнесов, и других вещей. И он сказал очень правильно по поводу мужества. Потому что человеку не хватает все время мужества. Потому что нужно мужество, чтобы быть успешным. Нужно мужество, чтобы быть богатым. Нужно быть мужество, чтобы быть образованным. Намного проще быть как все. Не нужно для того, чтобы мужество, чтобы быть как все. Поэтому, как он говорит, если вы хотите делать волны, будьте мужественным. А не хотите быть простым человеком, то не надо делать волн. Будьте как все. Потому что государство, когда дает нам бесплатное образование, что в школе, что в университетах, почему это происходит? Потому что государству выгодно растить работников. Неважно, это будут работники, которые будут работать на завод, или работники, которые пойдут работать в какие-то высокие технологии, врачи и прочее. И да, это тоже надо. Но государство нас не обучает, что такое финансы, что такое инвестиции, что такое биржа, что такое моргиджи, что такое дептс, что такое приходы и расходы. Она нас этому не обучает. Человек, закончившую школу или даже университет, он выходит в настоящий мир и не знает, как в этом мире жить. Потому что мир построен по-другому, не так, как его учили в школе. Там не только сдать тест и получить 100 баллов, это значит, ты преуспел. Нужно делать что-то другое. Нужно понять и осмыслить, для чего ты вообще живешь. Для чего ты вообще пришел жить на эту землю? Только для того, чтобы быть как все? Или сделать какие-то волны, как-то войти в эту жизнь по-другому. Возьмите книги, откройте YouTube, сделайте поиск. Вы найдете колоссальные материалы, послушайте это. Начните посещать семинары. У меня постоянно проходят воркшопы и семинары в моем офисе. Есть другие семинары. Но самое главное, это одно. Принять решение, что так как вы жили до сегодняшнего дня, вы не можете продолжать жить точно так же завтра. Потому что экономика меняется, время меняется. То, что было хорошо в индустриализацию, не очень хорошо в высоких технологиях. И когда в 2001 году стояли скорые и дежурили, чтобы увезти этих несчастных программистов, которых увольняли толпами, а потом другие компании подхватывали их за полцены и давали им работу специалистам, или те, которые произошли в 2008 году, люди, у которых есть assets, переживают вот такие скачки намного проще. Поэтому самое главное, жизнь это в ваших руках. Примите решение сегодня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова